Добро пожаловать в лекцию «Над облаками». Сегодня мы читаем текст 8 из 11 главы 65-й песни. Мы научимся, как получить сияющий ум, который исполнен энтузиазмом. Вот вторая часть стиха. Если в лампаде не хватает масла, она будет коптеть. Но если лампада наполнена маслом и петиль горит как следует, она дает яркий свет. Подобно этому, если ум погружен в материальные чувственные наслаждения, душа страдает. А если эти наслаждения в него не привлекают, тогда душа сияет своим изначальным светом, светом сознания Кришны. В комментарии Шила Прабхупада говорит о том, как практически это понять. Принцип ясного ума таков. Итак, ум может стать причиной как материального существования души, так и ее освобождения, а таков материи. Каждый, кто находится в материальном мире, страдает именно из-за своего ума. Чтобы избавиться от этих страданий, необходимо обуздать ум, очистить его от материальных привязанностей и полностью занять служением Господу. Это и есть духовная деятельность. Две функции ума, или две стороны ума, очень здорово проиллюстрированы в моей одной из самых любимых историй, которая называется «Леди слез». Однажды была леди, которая жила в деревне, которая постоянно плакала. Когда дождь плакала, когда солнце, она также плакала. И причина ее горести была ее два сына. Один, назовем его продавец зонтиков, продавал зонтики. И для его бизнеса ему нужен был дождик, потому что только тогда людям хотелось покупать зонтики у него. Второй сын делал попадамки, такие круглые, плоские, дороховые лепешки, которых нужно сушить на солнце. И для него он получал прибыль, когда сушил свои попадамки на солнце. Когда солнце светило, леди думала, о нет, никто не будет покупать зонтики у моего первого сына, и она плакала. Когда дождь шел, леди думала, о нет, теперь никто не будет ходить к моему сыну, который делает попадамки, потому что у него нет больше попадамок. Ему нужно солнце, чтобы делать попадамки. Поэтому она была известна как леди слез, которая постоянно плакала. Однажды Саду проходил мимо деревни, и он узнал об этой бедной женщине от односельчан. И он предложил, «Моя дорогая леди, когда солнце светит, думай о твоем сыне попадамке, который продает, сушай их на солнце. Когда идет солнце, будь счастлива, потому что теперь твой продавец зонтиков может получить выгоду». Это простая история с глубоким принципом. Фокусируйтесь, фокусируйте ваш ум. Не будьте под контролем темной стороны ума, но делайте те вещи, которые освещают ум. Этот принцип объяснен Биллиамом Джеймсом, которого многие считают отцом современной психологии. Он говорит, «Есть закон психологии, что если вы формируете картинку в уме, кем вы хотите быть, и вы сохраняете эту картинку там достаточно долго, и вы вскоре станете в точности тем, о ком вы думали». Вильямом Джеймс оставил философию детерминизма, что мы абсолютно под контролем материальной природы. Например, он сказал, «Первый мой акт свободы и воли будет верить в свободу воли». Что он хотел сказать, это что у вас есть всегда выбор, у вас есть свобода направить ваш ум в желаемом направлении. Как Павлопадо так замечательно сказал, так же как ум является причиной заключения, он может быть причиной освобождения. это очень важно. Ум ваш может быть вашим другом, когда вы контролируете его. Ваш ум может быть вашим худшим врагом, если вы не можете делать это. В другой части Бхагаватам, в двенадцатой главе, нет, в одиннадцатой песне, в семнадцатом стихе, есть прекрасный процесс из трех шагов, как сделать ваш ум другом. Во-первых, будьте внимательны, будьте осознанны. Во-вторых, когда вы видите, что ваш ум идет вниз по темной дороге, он видит только проблемы и беспокойства, пренебрегайте умом, игнорируйте его прямо с самого начала. И третий, и, возможно, это самый важный принцип, занимайте ум в служении Гуру и Кришне. Кишманатха Чакраварти Такур спрашивает нас, как такой слабый я может победить ум, который такой сильный? Когда вы слабый и вы безоружный, а вы сильный, когда у вас есть оружие, занятие в служении Гуру и Кришне. Кишманатха Чакраварти Такур говорит таким образом, возьмите ваше оружие в форме поклонения стопам Господа, в восьми процессах бахти, и также возьмите мантру, которую дал вам ваш Гуру. Это очень эффективно. Если вы переведете ум на духовный уровень, когда ум контактирует с Кришной через девятиступенчатый процесс бахти, например, с Шраваном слушания о нем, воспевания Киртана, памятования о Кришне и так далее и тому подобное, ум будет гореть очень ярко. Как говорится здесь, в азоватах, он будет гореть ярко, очень освещает все вокруг. Эти три вещи приводят к изначальному сиянию чистого сознания. Давайте же перенесем это на следующую неделю. Будьте внимательны к тому, что происходит. Будьте внимательны к трафику мыслей в вашем уме, чтобы не было столкновений и аварий на темной стороне дороги. И пренебрегайте, когда вы ваш ум делает неправильные вещи. И в конце концов найдите хорошее занятие для ума. для меня всегда работает, помогает, когда я читаю священные писания, например, Бхагаватам. Через несколько минут, если я внимателен, мой ум очень сильно возвышается. Я желаю вам всего хорошего. Пожалуйста, глубоко подумайте об этих вещах. И пусть ваша неделя будет удивительной. Увидимся в следующий понедельник.